Федерация профсоюза в Беларуси звернулася за открытым листом до Международной организации працы и удельников Международного профсоюзного руху, рабочих и наймальников инших краин в связи с незаконным тиском на Беларусь. Як означается у листе, Европейским Союзом не обгрунтована, без яких-небудь подтверджене уведены санкции у адносинах до предприемства у нашей краины. Закранутые интересы десятка у тысяч людей. На Гомельщине под гэтым зворотом свои подписы поставили уже десятки тысяч человек. Наши корреспонденты протягнуть тему. По куль санкции Евросоюза уведены у адносинах до некольких буйных предприемств в Беларуси, а лес ПИЗ остается открытым, а тому трапить у него может любой субъект господарения. С уликом экспорта ориентованной экономике наступствы таких подыходов могут быть вельми сурьезными, причин без працы зарплаты могут застаться десятки тысяч человек. Проблемы возникнут так само с выплатой пенсии и допомог, а так само в социальной сфере, якая финансуется с бюджетом. Профсоюзы Беларуси назвали уведение санкций экономичным шантажом. Федерация профсоюзов Беларуси была подготовлена и размещена на официальном сайте открытое письмо на международную организацию труда, профцентры мировые, а также нанимателям о недопустимости применения экономических санкций в отношении беларусских предприятий, ряда беларусских предприятий. Это вынужденная мера, так как в случае применения этих экономических санкций непосредственно к нашим предприятиям пострадают в первую очередь наши трудящиеся. Заявы об недопущенности санкционной политики и обмежевании права на працу приняли уже больше десяти буйных международных профсоюзных объединений. Среди тех, кто дослал листы в адрес Федерации профсоюзов Беларуси, а поддержки работников предприятий нашей страны, вся огульная конфедерация профсоюзов, якая объединяет больше 30 миллионов человек. Солидарность так само выказал шерах галиновых международных профсоюзных федераций. Непосредственно на Гомельщине свои подписы под листом Федерации профсоюзов Беларуси зараз ставят работники местовых предприятий. Нельзя заработать, это представники первичек пропонуют непосредственно на працевном месте. Нельзя этот процесс проходит под час перепынков. Уведение экономических санкций, относенных до беларусских предприятий по требованиям людей, явно не отповедая. Я подписал письмо против санкций. Я как член профсоюза расцениваю, это вот моя точка зрения, что испокон веков во всем мире санкции вводятся в ответ на какие-либо противоправные действия, потенциальную угрозу, опасность, невыполнение договорных обязательств, невозврат денег, захват имущества. Но что сделали наши предприятия? Мы же такого ничего не делали. То есть я это расцениваю как введение санкций, от которых пострадают простые обычные люди, вот такие как мы, моя семья, мои друзья, мои родители и родственники.